Сысельский суд вынес приговор 43-летнему жителю села Когорода к Алексею Торопову. По версии следствия, в ходе ссоры хозяин жилища нанес своему гостю несколько ударов в грудь, которые, по заключению экспертов, впоследствии оказались для пенсионера фатальными. От полученных травм пожилой мужчина скончался через несколько дней у себя дома. Отчего разгорелась роковая ссора, знает Антон Вулаев. Утром 14 января в Когородскую полицию позвонил мужчина и сообщил о страшной находке. Якобы он обнаружил бездыханное тело друга. Незамедлительно к частному дому в райцентре прибыли медики и местный участковый. Судмедэксперты обнаружили в его смерти криминальный след. По данному факту, следственный комитет возбудил уголовное дело. Смерть потерпевшего связана с выявленной, сочетанной травмой тела, в состав которой вошли черепно-мозговая травма, а также переломы, множественные переломы ребер справа и слева, которые сопровождались гемопневмотораксом. Свою причастность к преступлению приятель погибшего категорически отрицал. В ходе допроса мужчина вспомнил об инциденте, который произошел еще 9 января. Вместе с братом Алексеем Тороповым они распивали дома спиртное с пожилым мужчиной. Неожиданно между собутыльниками произошел словесный конфликт, который перерос в драку. Брат повалил пенсионера на диван и нанес ему удары по голове и телу. Будучи в нетрезвом состоянии, он несколько раз ударил мужчину, который находился в их доме. После чего, значит, вроде бы конфликт уже иссяк, они, значит, разошлись. При этом, будучи в состоянии алкогольного опьянения, погибший чувствовал себя удовлетворительно, пошел к себе домой и спустя некоторое время был найден там мертвым. На следствие Алексей Торопов признался, во время конфликта нанес оппоненту несколько ударов кулаками. Однако поверить в то, что они привели к гибели пенсионера, мужчина никак не мог. Впрочем, предъявленных суду доказательств оказалось достаточно. Сельчанина приговорили к 7 годам колонии строгого режима. У него остается право на обжалование решения Фемиды.